Вертикальные фермы В год собирать 15 раз урожай Ого, кто такие карамелье и как приготовить, внимание, не вредную карамель Тако бывает Почему раньше парки были платными и как они сейчас влияют на стоимость жилья А также наши журналисты подготовили сюжет о роботе-газонокосинщике, автоматическом убийце сорняков и других новинках техники, которые помогают садоводству Нашли, что общего между Элтоном Джоном и семейством Бекхэма И узнали, почему в 17 веке за обувь на каблуке женщин сжигали на костре Ведьма! Ну, типа того Так, также не забывайте подписываться на нас в социальных страничках Мы есть Фейсбук, Инстаграм, Ютуб, ТикТок Находите, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте И помните, что мы с вами не расстаемся никогда Даже на выходные мы с вами Именно тогда вы можете увидеть все лучшие моменты Утро дома за неделю Давайте начинать Давайте Костя, ты телефон не хочешь спрятать? Мы уже в эфире Извини, пожалуйста, я просто переписываюсь с Димой, нашим режиссером Он наехал сейчас за город с семьей, а мы тут по работе с ним общаемся Вообще-то Дима, наш режиссер, попросил никому не говорить, что он уехал за город Чтобы все думали, что он работает Конечно, я бы с тобой в разведку не пошла А я, кстати, бы и не пошел Опасно это дело, знаешь ли Знаю Между прочим, сегодня в Украине отмечают День военной разведки Поздравляю А какой еще праздник сегодня отмечается, 7 сентября Узнаем из нашей рубрики «День в истории» Ровно 245 лет назад в Нью-Йоркской бухте Произошла первая в истории подводная атака Во время войны североамериканских штатов за независимость Американская субмарина «Черепаха» Хотела потопить флагманский корабль британского флота Но попытка оказалась провальной Прикрепить мину к корпусу американцам не удалось Она взорвалась далеко от судна Корабль противника остался целым и невредимым 7 сентября 1923 года в Вене была создана Международная Организация уголовной полиции, более известная как Интерпол Ее главная функция — составление и поддержка баз данных, которыми могут пользоваться правоохранительные органы по всему миру Штаб-квартира Интерпола расположена во французском Леоне В настоящее время членами Международной организации по борьбе с преступностью являются 194 государства В том числе и Украина 78-й день рождения отмечает известная американская исполнительница Глория Гейнер Первый успех к уроженке Нью-Йорка пришел в 27 с выходом дебютного альбома Never Can Say Goodbye Как-то она упала во время выступления, и это привело к параличу ног Но после проведенной операции Глория снова смогла ходить По возвращении звезда диско представила свой главный хит «I Will Survive» Композиция получила статуэтку Грэмми и вошла в список 500 величайших песен всех времен по версии журнала Rolling Stone Ровно 27 лет назад футбольная сборная Украины дебютировала в официальных матчах на международной арене В квалификации чемпионата Европы 1996 в Киеве сини-желтые встретились с национальной командой Литвы Тогда украинцы уступили со счетом 0-2 А отборочный турнир завершили на 4-м месте Сейчас наша национальная команда занимает 24-е место в рейтинге футбольных сборных Наивысшее достижение сини-желтых Выход в четвертьфинал чемпионата мира 2006 Сегодня Международный день осведомленности о миодистрофии Дюшенна Это редкое наследственное заболевание, характеризующееся потерей мышечной массы и силы Миодистрофией Дюшенна страдают исключительно мальчики По последним данным с таким диагнозом рождается один из пяти тысяч детей Символом этого дня является красный воздушный шарик Его выпускают в небо в знак поддержки пациентов с таким заболеванием А каким будет 7 сентября 2021 года, зависит от каждого из нас Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова